Привет, YouTube! Сегодня мы поговорим про легенду. Сегодня мы поговорим про 110-й баг. Сразу скажу, что обзор будет крайне субъективным, потому что я тащусь от этого ножа, как кот от сметаны. И я тащусь не столько от него, сколько от компании баг в целом, а вообще всего того, что с ним связано и прочее. Ну, давайте попробуем по порядку. Да, кстати, еще один момент. Если вы здесь хотите по размеру узнать, там, эргономику, то есть вот всякие такие нюансики, то вот это мимо кассы. У меня про другое будет немножко разговор. Ну, про баг. Если делать обзор кратким, грубо говоря, уместить его в одну фразу, то здесь очень все просто. Этот нож делается 50 лет. За 50 лет произошло столько всего. В ножевой индустрии появилась целая компания, которая запатентовала кучу всего, начиная от дырки, заканчивая всякими локами. Появились всякие аксисы, всякие тактические ножи, карманные ломики. А вот как бы баг в это время вот этим ножом, он как в рекламе Бентли, понимаете, да? То есть Суперстали? Нет. Эргономика? Ну, не знаю, вряд ли. Материалы? Нет. Технологические изыски? Нет. Инженерные решения? Нет. Ну, давайте попробуем по порядку. Начнем с простого. У меня здесь две модели. Бака 110. Две вариации. Как бы классическая на данный момент, стандартная со сталью 420 хайкарбон. И лимитка как бы магазина Кобелас. Проводник с Аляски со сталью S30V. А, кстати, что за покрытие я здесь не знаю, но насколько я слышал-то DLC. Если так, это вообще чума. Но я не уверен насчет этого. Давайте по порядку. Материалы рукояти. Какие-то цветнина, латунь, скорее всего, на притинах, на тыльниках, деревяшка, пины. Вы сверленные лайнеры? Как вы говорите? Серьезно? Издеваетесь? Нет, конечно. Может быть, титановый? Нет. Не титановый. Может быть, здесь какой-то супер-пупер замок типа триадлок, а не обычный бэклок с довольно длинным коромыслом. Все. А, шпиньков для однорукого открывания тоже нет, клипсы тоже нет. Соответственно, тип-даун, тип-ап там вот этих всех тоже штук нет. А, он чуть тяжелый. Я его не взвешивал. Вернее взвешивал. Мы уже не помним, сколько он весит. Но тяжелый, блин. Вот реально тяжелый. Его надо полировать, чтобы они не тюцкнели, не были некрасивыми. А еще он гладкий весь со всех сторон. То есть, скорее всего, в мокрой руке. Я почему говорю, скорее всего, потому что я разделывал ни одну, ни две курицы вот этим ножом, и у меня не было особых проблем. Но, тем не менее. Естественно, какой-то комфорт жесткого хвата здесь тоже не будет. Так в чем же, блин, причина? Чего же происходит такого, что вот этот нож производится уже 50 лет, и как-то вот кладет с прибором на все эти технологические изыскания, новинки. И вообще, компания Бак, она не производит впечатление компаний, которые карбон, шмарбон, всякие М390 и прочую шушеру, скажем так. За это, кстати, Бак довольно сильно пинают на форумах. Но, на моем личный взгляд, что компания Бак это два ножа. Компания Бак это Бак 110 и Бак 192. Вот они будут у компании Бак, все остальное уже не важно. Почему? Потому что вот этот клинок, если немножко понимать в ножах, самую малость, и просто чуть-чуть поизучать его строение и поискать его повторение на других ножах, то угадайте с одного раза на каком ноже вы найдете примерно похожую форму. А, правильно, на себе. Почему? Ну, давайте попробуем чуть-чуть деталей. Во-первых, я думаю, видно, что у клинка есть довольно крупная река соотносительно и довольно неплохой плоскостный участок. Что даст нам, в принципе, неплохую возможность заточить его на ИДЖПРО, к примеру, на ДМТ, к примеру, на ЛАНСКИ, к примеру. Мы точно также видим, что особой атаки выхода, скажем так, РК сильно высоко тоже нет. Что дает нам возможность как бы работать в том числе и на камнях без какого-либо сильного изгиба, без какого-либо сильного изменения положения руки. Мы видим, что как таковой, что есть свеж, что кончик, в принципе, не особенно мощный, но все баки абсолютно это резаки. И на кончике сведение чуть-чуть увеличивается, делая его в некоторой степени довольно-таки серьезно устойчивым для каких-то, ну, небольших для складного ножа ковырятельных нагрузок. А еще мы здесь видим вогнутые спуски. Ну, у нас на самом деле в стране на Ганзе вогнутые спуски не сильно в почете. Честно говоря, для меня неизвестно почему, но факт в чем. Представьте себе простую ситуацию. Вот ваш, грубо говоря, надо там увеличить масштаб куртинки. Вот представьте себе ситуацию. Вот ваш клиночек, да? И вот расстояние между пальцами у меня это сведение. Вы точите его, вы заточили его, вы им работаете. Вы не играетесь, это не полочник. Вы заточили его раз, два, три, четыре. Спуски у вас прямые. Пять. Вы пользуетесь ножом два года, три года, пять лет, десять, пятнадцать, двадцать. Вы передали его своему сыну. Где будет ваше сведение при вогнутых спусках? Привет! Где будет ваше сведение при вогнутых спусках? Вы считаете Крис Рифф идиот, делая вогнутые спуски на Сибензе? Сибензе один из самых грамотных ножей, когда-либо сделанных складных. А теперь момент. Вот это вот стоит тридцать долларов. Для тех, кого на гугле забанили, в США, в интернет-магазинах. А то бывает, как бы, люди, где он стоит тридцать долларов? Я покупал его за двадцать восемь тысяч, в соседнем ларьке. Ну не тридцать, ладно, тридцать пять или тридцать шесть. Тридцать шесть баксов. С очень неплохой нержей, которая очень хорошо принимает заточку, которая ее неплохо держит. Тридцать шесть или там тридцать пять долларов. Вот этот вот, к сожалению, дороже. И дороже не столько потому, что он сам дороже. Его цена начинается примерно с сотки, сколько потому, что Кобелас, как бы, считает Россию не той страной, в которую стоит ножики посылать. Но эти все ограничения можно обойти при былом желании. Другой вопрос, нужно ли? А здесь вопрос очень интересный. Неоднократно я слышал, что 110-й бак это убийца крысы, тенейшеса. Но для меня это вообще не разговор. То есть для меня это совершенно разная лига ножей. То есть тенейшес и крыса для меня это это какой-то проходной этап. То есть это умрет со временем. Боится что-то другое, боятся какие-то другие модели. А 110-й бак останется. Но с другой стороны, понимаете, я бы подрезюмировал все это так, что 110-й бак это тот нож, который нужно покупать вживую. Понимаете ведь, в нынешнее время, с нынешним как бы контингентом, с основной массой людей, которые интересуются ножами, это все-таки как бы во многом еще и молодежь, то цели приобретения ножей, они немножко отличаются от целей, которые были 200 лет тому назад, скажем так. Сейчас это не орудие выживания, это не какой-то реальный необходимый инструмент для пропитания и прочего. Сейчас для многих вот это вот намного ценнее. Поэтому, дабы не разочароваться, я все-таки рекомендую вот этот нож посмотреть в магазине. И я могу точно сказать, что довольно большое количество людей, которые его посмотрят в магазине, с ним же из магазина уйдут. Потому что это нельзя объяснить. Это просто, он просто ложится в руку и ты понимаешь, что все. Все, да, ты там любишь карбон, шмарбон, М390. Тебе интересно, как 10 ВИ на определенной твердости держат заточку, на какой твердости она начинает стекленеть, когда ты видишь 110-й бак, тебе пофигу становится на самом деле. Вот реально просто насрать, потому что вот это, это нож. Это нож, который реально можно сыну передать, за который не будет стыдно. Никогда. Нож, который выручит в любой ситуации. Естественно, если у человека голова на плечах есть. А, ну и напоследок. Бак очень любит и себя, и вообще. Нож идет вот в такой коробульке, на которой везде написано Forever Warranty. Пожизненная гарантия, все дела. Ну, правда, внутри есть бумажка, где написано, что если вы нож сломаете, идите в задницу. Вот. И бак понимает, что раз нет клипса, тогда давайте хотя бы чехол положим. Я просто пытаюсь дать как бы понять, что вот когда вы оцениваете стоимость ножей, да, вот это вот, с вот таким чехлом, с очень приличной сталью. Ну, естественно, это как бы ниже-нижний какой-то уровень, начальный уровень стали, но это очень приличный вариант, с очень приличной термой, с очень приличным качеством. 110-й бак, на мой взгляд, это одна из вех нашего индустрии. И когда мне лично говорят, что компания Бак, она сдала свои позиции, она там, у нее там вантедж, что все, это как бы, это все типа, а там вот, там есть там 204 пи, Брэд Сауфорд. Все вызывает только смех. Потому что на фоне всего этого 110-й бак это титан. Это абсолютный колосс неподвижный и непоколебимый. Это нож ни разу не дедушкин. Это реальный мужской нож. Брэд Сауфорд.